Распространение коронавируса – миф или реальность? Спустя полтора года пандемии начинаем сначала. Появились новые обстоятельства – QR-коды, которые в будущем могут стать допуском ко многим услугам, а не только входу в торговый центр. Но решение должно оцениваться объективно. В чем, я полагаю? Например, есть ресторан. Ну, наверное, посещение ресторана не такое высокое, как общественного транспорта. Ну, не в ресторанах, соответственно, у нас там QR-кодирование, да, и ковид распространяется. Алтайские депутаты уже готовят свои предложения в закон о QR-кодах. Где и у кого их спрашивать? Жители рассуждают на эту тему давно и бурно. Обсудить их опасения собрались на общественной палате края. Каким социальным, экономическим последствиям приведет реализация положений указанных законопроектов? А какая поддержка будет оказана тем сферам, которые пострадают? Причем, эта поддержка должна быть реальной. Один мрот за неделю нас не спасет. Видим и понимаем, пока не будет контроля, наши граждане не соблюдают. Мнение врачей звучало. Мы научились работать в пандемии, но если бы все привились, волны можно было избежать. Хотя, как ни парадоксально, сейчас о здоровье, если и думают, то в красных зонах. В остальном люди беспокоятся о запретах или рисках финансовых потерь. Вакцинировано практически, вы говорите, 50% населения. Но количество заражений только увеличивается. Что подразумевается под словом угроза распространения новой коронавирусной инфекции? Какая ее продолжительность, разновидность, срок? То есть, фактически, эта терминология ничем не обозначена, просто реплика идет. Юристы, отбросив свою точку зрения насчет вакцинирования, разбирали законопроект пословно, и вопросов к нему масса. Другие участники пошли еще дальше. Но если мы заглянем немного в будущее и представим наше будущее, что нас может ожидать? Конечно, эта теория сегодня может выглядеть несколько фантастически. Но, извините меня, за какой-то репост вам могут отключить QR-код в будущее. За неправильное голосование на выборы вам могут отключить. За длиночный пикет, за выход на какое-то общественное мероприятие, вариантов возможно. Звесить все за и против, за всех, все равно придется депутатам. Идеи с районов они рассмотрят в начале декабря, затем свое мнение сформируют в комитетах по здравоохранению, туризму, предпринимательству. Первое чтение проекта в Госдуме пройдет в этом году. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.